Нужно лечить паразитов в печени и кишечнике. Нужно исправлять белковый обмен при терапии гемоглобина. Но уже терапия гемоглобина у меня уже уши завели. Ну да, совсем не научный подход, даже не медицинский. Но нужно лечить паразитов. Конечно, нужно лечить паразитов. Паразитов не нужно лечить. Я бы все-таки лечил от паразитов. Имеется в виду, нет, если вы вообще их диагностировали в печени и в кишечнике, конечно, их нужно лечить. Мне кажется, здесь автор перепутал, когда идет конкурентная борьба за витамин В12 при каком-нибудь солитеории в кишечнике, когда нужно лечить. А какая связь железодефицита и паразитов, я, честно говоря, не знаю такой связи. А вот к предыдущему вопросу, Павел Андреевич, а дозы у Кархрейна есть? Нет, 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 там все без доз. Без дозы. Это просто утверждение, что этот недуг... Беспокойные ноги. Я поняла. Это неинтересно, я бы не стал это обсуждать. В отношении паразитов и железа, я бы сказал не паразиты, я бы сказал запоры. Мы в свое время, Зинаида Такая-Аксюк у меня была ученица, она была главным гематологом Орехово-Зуевского района, и мы с ней заметили, что у пожилых больных препараты сурбифер-дерулес в нормальной дозе часто не работают. И что у пожилых больных часто это связано с запором. И это не осложнение уже, так сказать, приема препаратов, а это осложнение по жизни у них. И мы применили совершенно замечательный антизапорный препарат под названием лактулоза. Известный такой, да? Это молочный сахар, который устраняет любой запор. И вдруг оказалось, что железодефицит лечится лактулозой. Ну, почему? Да потому что, конечно, когда у вас скаловые завалы, там килограммы бактерий, они железо сжирают. Все, что поступает, они все сжирают. И вы можете давать туда сколько угодно пароральное железо, пока вы запор не купируете, не вылечите. У вас так и все останется. Поэтому теоретически связь такая есть. И практически она есть. Но это не паразиты, это все-таки скорее вот именно бактерии. С другой стороны, конечно, какие-то там двуустки, еще кто-нибудь, кто вызывает какие-нибудь язвочки, кровотечения, микрокровотечения. Ну, наверное, они могут сопровождаться железодефицитом. Никто не отвергает этой связи. Ну, так вот прямо говорить, что это паразиты, нужно лечить паразитов немножко. Хотя вот сейчас к нам обратилась больная из Одессы по телемедицинской нашей вот этой, по медицинскому бюро. У нее действительно похоже. Мы сразу ей написали, что очень напоминает ситуацию с паразитами. Она как-то очень возмутилась, но сделала исследование на различные иммуноглобулины, на различные паразиты. Действительно, какой-то паразит у нее есть. Я даже, честно говоря, название сейчас не воспроизведу. Поэтому не надо забывать, что паразитоза есть в природе. Был такой академик Скрябин, российско-советский ученый, который вообще считается чуть ли не главным паразитологом мира. И в 20 веке он просто колоссально сделал работу по паразитам. Я в паразитах разбираюсь плохо, честно скажу. Но то, что они есть, они есть.